Всем привет! Премьер-лига несправедливости снова на связи на часах 0.41, но это не останавливает нас, Миша, от того, чтобы записать выпуск подкаста, чтобы вы уже утром его посмотрели. Или послушали. Или послушали, да. Тем, кто слушает, сразу просьба, зайдите по ссылочке на YouTube, канал ProFootball или на сайте чемпионат.com, и там можно посмотреть все в видео в формате. Да, напоминаем, что нас можно и слушать, и смотреть, и читать, собственно, тоже на сайте чемпионата. В общем, все это... И в Telegram-каналах. Да, все это лирика, погнали обсуждать второй тур РПЛ, потому что уже спать хочется, если честно. Вот так вот он анонсирует вам выпуск, спать, говорит, хочется. Все, поехали. Ну, как обычно, по порядочку, крыльца этого Динамо, 3-3, очень веселый матч. Я в шоке с Динамо, если честно. Вот я, наверное, в десятый раз говорю про то, что у меня есть друг, который болеет с Динамо, я ему все очень сильно сочувствую. У меня тоже есть такой несчастный. Ну, понимаешь, ну, у тебя-то понятно, друзья, есть только... Короче, я ему написал, когда Динамо забил второй гол, типа, ну, хотя бы тут, там, с победой, все дела, там, ура. То есть ты сглавил? Я не хотел, я был... Ну, ты же смотрел матч, ты понимаешь, что, ну, крылья вообще были безнадежные, что в обороне был полный бардак, что Динамо наказывала, я понимаю, что там у них, как бы, сколько ударов, столько голов, но... Ну, вообще не за что было зацепиться у крыльев, ну, честно. Ну, да. Крылья были ужасные, Динамо спокойненько забивало себе, Захарян там развлекал, Захарян провел вообще лучший матч за последнее, не знаю, сколько времени. Лучший матч с отставки Шварца, мне кажется. Я бы так сказал. Возможно. Я не помню таких прям всплесков у него при Юкановича. Ну, они были, но таких вот настолько крутых при Юкановича. Ну, вообще, Стих Юкановича его подубил. Я думаю, что при личке, если он на стоге останется этим летом, то он раскроется снова. Ну, пожалуй. В общем, да, получается, Захарян провел лучший матч за год с чем-то, возможно. Да, чувствовал себя прекрасно, забил, отдал. Причем забил, кстати, прикольно. Ну, там, понятно, что Овсянников... Мне больше ассист понравился на Тюканович. Ассист на Тюканович. Я подумал, ассист с Молова на Захаряна. Нет. Хотя, ко Овсянникову нет вопросов? Куда он побежал? Нет. Ну, попал за Харян просто здорово и все. Ну, знаешь, там просто такой удар-то был, в общем, как смог, так и пробил. Ну, да. Ничего такого как бы. Класс. А, ну да, понятно. Человеком в Челсе не просто так интересуется. Да, и Лацо, да. Да. Почти перешел. Мы, конечно, перейдем. Так вот, я написал другу, что типа все там, хотя бы тут порадовали, и тут же забивают крылья. Угу. И, в общем, я такой типа, ну, блин, только написал, типа... Ну, потом 3-1 было. Потом 3-1, и я думаю, ну все, уже не буду писать. И потом 3-3. Я тоже не стал писать, он сам ответил, типа, что, боже, за что мне это все. Судя по всему, Динамо лички это будет идеальная команда для ставок. Total больше? Да, Total больше во всех матчах. Залетают как просто идеально. Берите и не ошибетесь, да. Потому что, судя по всему, там все будет в атаку просто, на распах. А в защите, реально, ветер будет гулять. Тоска беда просто, если честно. Ну, нет, не тоска, а это веселье вообще. Ну, и лучше так, чем как Париканович. Ну, ты скажи болельщикам Динамо. Слушай, ну они явно еще не на пике физических кондиций. Видно, что они еще под нагрузками. Что они еще из-под них не вылезли. Футбольный сленг пошел. Да, они начинают умирать где-то 60 минут. И поэтому я думаю, что как только они оттуда выйдут, и если все-таки им довезут этого мексиканца в опорную зону, у них должно быть все повеселее. С точки зрения защиты. Потому что в атаке у них и так все довольно весело. Не, я согласен, что, конечно, это не навсегда. Я не верю, что Динамо весь сезон так проведет. 3-3 играя и 1-3 проигрывая. Но все равно, ну как-то хочется говорить про то, что сейчас происходит. А то, что сейчас происходит, оно, в общем, на любителя, прямо скажем. Ну, опять же. Для нейтрального зрителя, конечно, да, кайф. Но, я говорю, у меня просто было кому-то чувствовать. Поэтому я смотрел, думаю, ну как? Ну как можно было упустить победу? Я не понимаю. Посмотрим, что будет с Захаряном. Потому что, суть по всему, Латсу сорвалось. Там сегодня спортивный директор Латсу сказал, что все сорвалось из-за того, что нету слота лишнего под игрока не из Евросоюза, да, по правилам, которые есть в Италии. Ну, на самом деле, обидно за Захаряна, потому что у него третья окна подряд срывается трансфер. Ну, мечты, если можно так выразиться. Да, и там Челси. Зимой там другой клуб. Сейчас Италия. И когда срывается не по твоей вине, да, то есть как бы там клуб тебя хочет, обо всем договаривается, ну там, то политика, то еще что-то, но можно сильно просесть. Вот. И как бы у меня сегодня был спор даже в одном из чатов на тему, но вот на эту тему. Оппонирующие мне люди утверждали, что как бы наоборот, после срыва таких трансферов нужно, типа, заряжаться, доказывать, что чтобы в следующий раз, когда будет подобное предложение, чтобы вообще ничто не могло тебе помешать, да, там, чтобы прям тренер там за себя рубился и так далее. Но в моем понимании это как бы в идеальном мире так работает. Психика человека, она у всех разная. И Чалов там полтора года приходил в себя после Кристал Пелоса. Захарян, я думаю, весь прошлый год отходил от Челси. Понятно, что там как бы и другие факторы были, опять же, там в стиле игры Динамо и так далее. Но это все равно бьет и по психике, и по всему остальному. Он еще и зимой чем ехал в Голдсарай же. Ну, и там и Голдсарай был, и топ-клубы были, да, опять же. Поэтому... Неназванные. Да, неназванные. Это как в Гарри Поттере у нас. Мы не можем их называть пока что. А может быть и никогда их сможем назвать. Не снесусь. В общем, я все-таки надеюсь, что все-таки что-то случится, и Захаряну есть, потому что интерес от других клубов есть. Там сейчас это Страсбур, в первую очередь, который стал прокладкой для Челси после покупки какой-то там... Как его? Что звучало, конечно, чудовищно, если честно. Да, ну, это говорят, извините уж чего. Футбольный сленг. В общем, этот американский концерт купил еще и Страсбур. То есть теперь у них одинаковые владельцы, и теперь туда будут сливать всех талантливых. Короче, второй Витес. Да, второй Витес, только уровнем повыше. Ну да, Франция. Да, поэтому Страсбур сейчас интересуется Глутасараем, и не просто так, а потому что в прошлом летом он не перешел сейчас. Страсбур интересуется Глутасараем? Окей. А? Поставим галочку. Я сказал, Страсбур интересуется Глутасараем? Да. Бывает. Извините, время видели, как говорится. Я так понимаю, ты очень доволен... Перескочим на другую тему. Да. Очень доволен Бенхамином Гарре. Да, вообще топчик. Да? Да. Слушай, честно, просто... Он и в Грозном был хороший. Ну вот в Грозном он вообще показал какой-то нереальный уровень. То есть там просто он... Ну, помимо гола этого дикого абсолютно, он накручивал весь матч, там просто терроризировал оборону. Мне кажется, здесь он был не настолько крутой. Ну, во втором тайме он прям парочку атак хорошо разогнал. Ну и, конечно, гол Бейла. Это вообще пушка. Страшность залетела. Ни слова, ни шутки, ни одной про Гаррета Бейла, естественно. Мы будем этого избегать старательно, потому что сколько можно уже. Ну, действительно, человек кладет там сколько? Метров двадцать. Больше. Не уверен, что больше. Да ладно. Ладно. Пускай будет двадцать пять. Ну, двадцать три. Садимся на середине. Ты просто решил под номер подогнать. Харя. Спасибо. Да. В общем, Динамо пока что немного грустно. Но крылья... Кстати, да, надо осеньки отметить еще. Замены, перевернули игру. По сути, он переиграл личку. Я не знаю, как еще это назвать. Переиграл заменами. Да. Да, потому что абсолютно проигранный матч. Вытащил заменами. Оживил игру. И все. Горей в ЦСКА я бы хотел увидеть сейчас. Вот. Все вот под боком лежит. Давай проще. Хоть кого-нибудь в ЦСКА. Воробьев лежит под боком. Воробьев, да. Горей лежит под боком. Про Воробьев еще отдельно сказать, когда у нас в остальном будет немножко про Рубин и Оренбург. Но это класс, конечно. Как вообще... Я просто не знал, что человек существует. Потом он появился. Сидел там, когда играл в основном Бресарский. Да. Тогда еще Сычевой. Потом появился. Просто как Феникс какой-то. Ужасная аналогия. Вторая отсылка Гарри Поттеру за выпуск. Это место Ливерпуля теперь у нас. Да. Да. В общем, да. Наверное, дальше пойдем. Да. Ростов-Зенит. 1-1. Матч Тура. Ну, всеми ожидаемый. Как минимум, один из. Как минимум, да. Один из. Все дела. Ну, по вывеске считался матчем Тура. Пожалуй, да. Да. И в итоге получился какой-то странный матч Тура, если честно. Не очень событийный. Довольно скучный. И Зенит вообще был какой-то вялый, непонятный, безидейный. И этот гол их, забитый просто на мастерстве Касьеры во многом, да, который там раскачал бедолагу Осипенко. Слушай, Касьера, конечно, потрясающее перевоплощение. У Касьеры два матча больше голов, чем за весь прошлый сезон в РПЛ. Да, да. Вот так вот. У него было два, теперь три. И вообще, ну, этот гол, это же прям вообще, ну, это топовая работа форварда. Ну, да. Взять мяч, сместиться, качественного щитника, да, пробить в дальний угол, это просто шик. Короче, Касьера поражает, честно говоря. То есть я, когда он играл в Сочи, я видел, что в РПЛ появился крутой, ну, мы стоит обсуждать, ну, не вот еще, конечно, но обсуждали, что, типа, крутейший форвард появился в РПЛ, наконец-то, просто будет тащить. Потом переходит в Зенит, там забил Спартаку в Суперкубке, потом просто пропал. Пропал, да. И при начале этого сезона я был уверен, что, ну, все, сейчас Ванька Сергеев, мой любимец, будет тащить, играть. Играть близнец. Ну, по твоей версии, да. У тебя очень прекрасное зрение, видимо. Вот. И где Иван Сергеев сейчас? Как-то на втором плане абсолютно. То есть Касьера монстр какой-то. Ну, пока да. Но это единственный монстр в атаке Зенита. Потому что в остальном все очень плохо. У Симака. Один другой монстр продан, третий на грани продажи. У Симака явный кризис. Ну, не у Симака, наверное, у Зенита. Явный кризис идей. И очень интересно, как они будут за это улетать. Потому что настолько натужно у Зенита, я не помню, если честно, за последние годы. Там понятно, что они в прошлом сезоне там с Химками очки теряли. Вообще-то, в первом же туре. Да, но тоже там теряли. Но по игре они смотрелись сильнее гораздо. И как бы было понятно, что им есть за счет чего прибавлять. Сейчас за счет чего прибавлять? Если честно, не очень понятно. За счет трансферов? Ну, пока-то их нет. Но кто мешает их сделать? В РП в открытое окно еще миллион лет. Ну, еще месяц, да. Но я не знаю. Ну, в Зениту явно что-то удивительно. Но в Зениту нужны трансферы. Потому что Ростов это показал. Ростов, в принципе, вообще был сильнее Зенита по игре. Они даже победу, как по мне, должны были увозить. Я сегодня... Возить из дома. Из дома, да. Хорошо сказал. И там была очень классная атака, когда, по-моему, во втором тайме они прошли всю оборону в три пасса от вратаря. Вот этот вот их розыгрыш, на которых критикуют, но они стоят на своем. И там Писяков обыгрался с Остепенко, по-моему. Подключился Глебов, отдал обратно Остепенко. Остепенко дал разрешающую вперед. Там они убежали два в два и просто не исполнили. Короче... Кстати, хорошо, что ты вспомнил про эти розыгрыши от ворот, потому что, ну, честно, если я болел за Ростов, я думаю, я бы уже там с тремя инфарктами был. Это очень тяжело смотреть. То есть, это выглядит как мазохизм. То есть, одно дело, когда вы так разыгрываете с каким-нибудь, ну, условным факелом, а с Зенитом... Ну, там были моменты, когда прям, ну, очень... Не знаю, по мне это здорово. То есть, это приучает всех игроков, что можно разыгрывать не только с факелом. Ну, как бы очевидно, что Карпин именно для этого это делает. Интересный, конечно, поинт. Нет. Ну, не знаю, выглядит отмороженно абсолютно. Ну, я такое одобряю, честно. Не, ну, тебе как зрителю интересно, я понимаю. Но я говорю, вот со стороны, если быть болельщиком Ростова, мне кажется, это прям стрёмно. Я не знаю, мне кажется. Причем у них же был матч Зенит-Ростов в прошлом сезоне в Питере. Да. Тоже я там говорил, что, ну, это жутко выглядит. То есть, там и были косяки в этом плане с теми розыгрышем от ворот. Они просто ошибаются, господи. Зато два раза вот так выйдут, как вышли в последнем матче. Хорошо, а в чем тогда цель? Чтобы был лица когда-нибудь, когда научатся все пасовать туда-сюда? Ну, это переход от упрощенного футбола к сложному футболу Карпа, но это нравится. Он от этого кайфует. А когда этот переход должен состояться окончательно? Ну, я не знаю. Ну, это процесс. Ну, видимо, долгий процесс. С роста команды. Но он длится уже долгое время. Ну и что? И центральная фигура в этом розыгрыше – Писяков, которому, сука, летом 50-60. Ну, найдут кого-нибудь еще. Кафанов там научат ногами играть. То есть, ну, понимаешь, научат. То есть, тоже процесс. Короче, помни бесконечный процесс? Нет, конечно, я не собираюсь Карпина учить футбол играть. Я в этом плане вообще никто. Нет, просто я думаю, Карпина, особенно после того, что ушли Еврокубки там и так далее, он вообще опустился просто в творчество в Ростове и кайфует. А, я понял. Ты считаешь, что это такое… И он видит в этом мотивацию. Ты считаешь, что в этом творчество какое-то просто, что он не видит мотивации Еврокубковой, поэтому просто творит? Сто процентов. Окей. Ну, это уже как аргумент звучит. Но я говорю просто, меня позабавило, что Писяков, которому очень много лет, и там долгосрочная перспектива игры в пас от ворот, в общем, странно, не сочетается. Это матч еще был очень странный у Леони Симака. А хочешь сначала скажем чуть-чуть про маленькую стычку Барамяна? А, Монтуана, да. Барамяна и Монтуана, да, Оскар можно было выносить. Осуждаем? Осуждаем. Максимально осуждаем. Извините, максимально предвзято, без второй точки зрения. Да. Я осуждаю такое. Я не люблю, ну, просто ненавижу. Вот реально, когда начинаются эти вот валяния… Это второй парадос явился снова в РПЛ. Да. Дух парадоса. К сожалению, это вот, да, ну, южноамериканцы, они такие. Особенно вот испаноговорящие, это прям классика. Хотя, конечно, есть Неймар условный, но от того же там, не знаю, кого, Малкома, я такого не помню. Да. Вот. Так Монтуан тоже бразильец. А мы же про Монтуана говорим. Да. Друзья, напоминаю, 0,56. Я прошу прощения. Я думаю, ничего себе у тебя… А ты сидишь, молчишь, вот урод. Короче, да, Монтуан, ну, хорошо, южноамериканцы. Обобщим в целом тогда. Латинусы. Ну, латинусы уже немного оскорбительные. Нормально. Немного по-российски как будто. Нормально. В общем, да, южноамериканцы, кстати, в этом плане… Да, черт, это звучит теперь очень некрасиво, как будто я переобулся. Андрей, выручай. Что я должен сказать? Что что-нибудь? Что Оскар надо дать Монтуану? Это, не знаю, выстрелив оба глаза. Причем боднули, я не знаю даже чем. То есть, Барамян… Кудряшками. Ну, да, как бы у Барамяна есть чем бодрать, конечно, но это такое себе бодание. Ну, и да, удаление Симака. Ну, судя по всему… Очень веселая история. Судя по всему, там не было никакой грубости со стороны Симака. То есть, ну, я верю, нафига ему брать. Я верю только потому, что это Симак, который, ну, который прям четко против мата там, это все. Хотя у него было там, конечно, что он все время там говорил, что с этими козлами разговаривать, я помню, после Краснодара… Ну, козлы. Ну, это так мило. Ну, прикинь, козлы. Ну, это прям с любовью, знаешь, оскорбить… Как оскорбить людей? Козлы. Ну, это… Я так обзывался в третьем классе. Ну, вы козлы, конечно. Ну, типа, козлы, ух, ненавижу вас. Олени. Олени, да. Ну, короче, это несерьезно, нет. Ну, да, то есть… Можно и погрубее. Я верю в версию Симака, что он сказал, что он просто подошел к Кукуляку. Да. Спросить, видел ли он наступ на Каудинью, который, по мнению Симака, должен был быть наказан красной карточкой. Кукуляк сказал… Миронов, если не ошибаюсь, там был. Да, вы не имеете права ко мне подходить. И дал красную карточку. Вот так вот. Да. Не кажется ли тебе… Бред какой-то, если честно. Странно немножко, то есть… Не, я понимаю, что он Кукуляк-качок. Видно по нему, что он такой… Ну, не прям качок, конечно. Но он не Левников, да. Ну, он спортик. Ну, он спортик, да. Он бывший футболист, собственно. Да, ну вот. И такой типа. Ну, видно, что он по лицу такой. В обиду себя не даст, короче. Нет, для меня Кукуляк загадка в том плане, что он же в прошлом сезоне прям косячил, убывал из-за бойма, так сказать, судейской. И внезапно центральный матч Тура. Да. Ну, короче, удаление дебильное максимально. Осуждаю Кукуляка. Если все было так, как говорит Симак, то я Кукуляка осуждаю. Ты понимаешь, Симак, там просто даже по картинке, Симак, по-моему, физически не смог бы много чего сказать. То есть он подошел, что-то там, и явно было про этот… То есть нет смысла Симаку врать. Да. Кукуляк мог бы в этом как-нибудь, я понимаю, что судей не дают там комментарии, да, сразу же, но Кукуляк мог бы как-нибудь донести до общественности, что Симак врет. Да, конечно. Но Симаку в этом плане не выгодно врать, поэтому поверим ему. Но опять же, я готов поверить, что он там не матерился условно. Да. Это Симак. Ну, теперь, короче, на матч с Динамо Зенит без тренера, да, по итогу. Прикинь-ка, можно придумать какую-нибудь безумную теорию, типа, что в прошлом сезоне Кукуляк не поставил пенальти в пользу Динамо, а теперь, так сказать… Давай, пересматривай все матчи Динамо, которые сойдет Кукуляк. А теперь, знаешь, возвращай, типа, что ну тогда вот вам Мазни там без Симака. Ага. Теория заговора, я считаю, идеальная абсолютно. Не я ее придумал, но… А, не перед придумал. Нет, нет, нет. Понятно. Ну, не скажу, кто. Я понял, кто автор. Хорошо, рад за тебя. В принципе, у меня вариантов других нет. Ладно, я думаю, что можно ехать дальше, потому что, в принципе… Как будто бы… Как будто бы мы все обсудили. Как будто бы да. Пойдем дальше. Следующий матч. Факел-локомотив. 1-4. Снова безудержное веселье в Воронеже. Все, как мы любим. Наглицы из Воронежа. Наглицы из Воронежа. Локомотив, можно сказать, отомстил за… Зо. 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 Парк. За прошлогодний матч в Воронеже. Они вообще там забили в Воронеже впервые, там, за какое-то энное количество лет больше десяти. Локомотив. Ничего себе. Да. Солидно, солидно. Ну, давай сразу. Голд Зюбы. Да. Чистый или нет? Да. Вот так вот. Конечно. Менее расходятся. Я вообще не считаю, что там какой-то фолл, обычная борьба. Ну, типа, Зюб так всегда играет. Вопрос к Божжу, что он там Божжан там был. Божжан, Божжан. Что он там так завалился. Словно, у Дюбы выиграл как бы в воздух и без этого толчка. Глобально. А Дюба не выиграл в воздух, он просто стоял на месте. Ну, да. Он даже не выпрыгивал. Вот, то есть. Ну, движение... Я вообще не увидел ничего. Ну, смотри, для меня как формальная причина отменить гол была, то есть Дюба сделал движение руками. Я тоже считаю, что Божжан очень красиво нарисовал. То есть, ну, не было необходимости так рисовать. Такой борьбы в штрафной, как мы в следующем матче узнаем, в Ахмад ЦСКА, борьбы в штрафной такой достаточно, чтобы... Да, да. И не такое бывает. Так что, по мне, чистый был. Ты сейчас на полминуты превратил наш разговор в какую-нибудь пресс-конференцию Анатолия Байдачного. Это было так... Там не хватало только этого призвука Редикова. Да. Вот. Дюба, да, первый голос апреля, между прочим, надо сказать. Машина завелась. Надо сказать, машина завелась. Ну, он реально как будто питается этим хейтом, то есть я не знаю, как это еще объяснить. Теперь Дюба поговорит. Это слишком совпадает, понимаешь? Ответит на вопросы. Это слишком-то совпадает каждый раз, что он с кем-нибудь ссорится и потом забивает. Это как будто в первый раз. Ну, нет, но просто я поражаюсь как-то работать по часам просто, как будто механизм. То есть вот он поссорил с журналистами, сказал, типа, там, ваши дурацкие вопросы отвечать надоели, отстаньте. И забил. Типа, получил критику. В следующем домашнем матче ждем спич Артема Дзюбы, если забьет. Хотя мог бы здесь, конечно, что-нибудь сказать. Вообще-то... Ну, вообще, локомотив такой же Динамо, если честно. Там тоже можно будет грузить два с половиной больше, судя по всему. А только атака чуть-чуть поярче. Ну, хотя и соперник был чуть-чуть проще. Ну, просто атака ураган вообще. Когда у тебя есть Пеняев, ты можешь позволить себе иметь Глушенкова или Изидора на бенче, Жамалединов может выйти там, засандалить перекладину со страшной силой. И там, ну, короче, вообще... Страх. Удар Жамалединов – это жуть просто. Страх, страх, страх. Очень-очень страшно. Поэтому локомотив будет сбивать много, и мне страшно ничего не сделать с обороны ЦСКА, если честно, в следующем туре. Прямо боишься? Ну, да. Хотя я думаю, что и ЦСКА забьется, что там обороны локомотива. Короче, весело тоже будет. ЦСКА парочку пенальти, и можно будет играть в ничейку. Ну, а Ландратов снова тачит локомотив. Он отразил за первые два тура на два... То есть он предотвратил два гола. Два и два, по-моему, показатель. Неплохо. Да, короче... Уважаемо. Уважаемо. То есть, ну, защита локомотива – это вообще... Это пожар, кошмар, ужас там. Да, слушай, в обороне локомотива мне больше всего прикалывает, что там есть набор защитников, и их галактионов тасует по-разному. Они все, то есть, невысокого уровня просто. И там, знаешь, типа, они все одинаковые. Типа, он там такой... Кузьмичев – это вообще... Покидывает карту. Это вот я за голову... Покидывает карту, а у него там, типа, знаешь, мы раздали, и он смотрит такой, блин, так, Кузьмичев, Фасон, Морозов и кто-то еще. Не, Кузьмичев вообще в основе локомотива не должен играть никогда. Кузьмичев и в этом матче там, в общем, да, устраивал... Ну, ты как-то жестко, конечно, человек прикладываешь, но... Ну, он не уровень локомотива. Ну, при всем как бы моем там личном каком-то уважении к нему как к личности, но игрок не уровень локомотива, да. Все, продаем Кузьмичеву. Обратно в Урал. Да. Например. А Урал в курсе? Ну, сейчас у него Радишвили заберут локомотива, и можно прицепом отдать. Господи, просто человек в локомотиве играет, имей совесть. Кстати, пенальти был или нет? Кого там попал мяч, руку в кому? Погоснуло? А, нет. Нет, конечно, нет. Вообще нет. Я столько мнений встречал, что это пенальти. Да ты что? Да. А ты еще удивляешься, что у меня есть мнение там, что не было голодью, что там фолл. Не, ну, по мне тоже, то есть рука вот такая. Ну, конечно, ну, а куда ее отрезать реально? Ну, да. Все моменты, когда мяч подает в руку, которая... Ну, ее просто некуда девать. То есть невозможно все время руки за спиной держать, это физически невозможно. Тут динамический момент, динамичный, наверное. Плюс рикошет. Ну, короче, нет, вообще невозможно за такой пенальти ставить. Слава богу, не поставили. Ладно, это все лирика. Как бы понятно, что там Пеняев забил, Глушенковым там расчертили. Два ассиста Глушенкова? Да, там супер такие комбинации. А, я понял, к чему ты ведешь. Все лива, как бы. Ну, это все вообще, это не важно. Нейский человек по имени Наир Текнезян. Да, который забивает в четвертом, кажется, матче подряд. Если не больше, да. Ну, как минимум он забил... В Европе, короче, он второй человек из защитников вообще за всю, кто в 21 веке, по-моему, забил вот энд в энном количестве матчей подряд. А кто еще? Рамос? Какой-то итальянец. А, ноу-нейм, да? Понятно. Сейчас, сейчас, подожди, 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 я найду. Ладно, ты гугли, а я пока скажу, что вообще-то, да, Глушенков забил в первом туре. Глушенков. Глушенков. Ну, видишь, что уже все подряд идут. Пеняев, что там сейчас, Ландратов. Текнезян забил в первом туре, забил в кубке, забил здесь два. Кстати, празднование его после второго гола, после дубля, оно такое красноречивое, то есть как он рухнул просто. А причем так. Голы защитников в нескольких матчах подряд в 21 веке. Три матча подряд. Серхио Рамос, Марко Матерраццо, Пермир Тазакер. Рамос должен был быть там. Йон Арна Рисе, Даниэл Ланбюйтен, Доминика Кришета. Рисе. Ливерпуль приплетен. Четыре матча подряд, внимание, два человека. Наир Текнезян и некий Кристиану Терлицци. Я даже не знаю. Терлицци? Ну да. Терлицци, я не знаю, как правильно. Что? Ничего себе, конечно. Я хотел бы шить как-нибудь про Крисева, но... Кристиану Терлицци. Похожа немножко фамилия. Похожа. Итальянская версия. Да, вот. В общем, два человека всего в 21 веке и защитника забивал в четырех матчах подряд. Прикольно, что это мы знаем, какой Текнезян. Знаешь, там масса аудитории, как-нибудь европейская, смотрит эти рейтинги, такие, кто эти два человека? Да, да. А мы такие, кто этот один итальянец какой-то непонятный? Да, причем, ну, первый гол вообще, то есть, с подбора там так приложился... От души к уголочек прям... Не каждый форвард так приложится, да. Ну, второй гол там попроще был, но как он отпраздновал, хотел сказать. Упал с синяком еще. Он с синяком под глазом, просто как на какой-то битве, бойне, и рухнул просто на газон без сил, потому что добежал опять. Не знаю, он постоянно в атаке, он реально нападающий. Ну, у меня как бы есть теория, и, в принципе, я думаю, что она справедлива, что у него не был отпуск вообще, то есть он... За Армению играл. Он бегал за Армению, и он, по сути, сейчас лучше всех вообще готов в лиге физически. То есть, в какой-то момент он жестче всех просеет? Да, да, скорее всего, там где-то в сентябре-октябре точно стоит ожидать спада от него. Просто в мешок превратиться. В мешок это-то жестко, конечно. Не так жестко, как ты с Кузьмичом поступил, между прочим. Ну, да, Тикниян все-таки заслуженный уже человек. Я не говорю, что Тикниян мешок, я говорю, что он превратится в плане физической формы в мешок. Желаю ему этого не достичь. Хорошо. Но все равно, может быть, в данный момент он же едет в Германию куда-нибудь, и будет все там спокойненько. В Баварию можно, я думаю. Потянет. Ну, в Баварию-то ладно, но Вольсбург и кто там? Вердер интересуется активно. Я только про Вердер слышал. Вольсбург тоже. Это что-то свежее или... Ну, как свежее, типа, в последние недели три. Там, по-моему, третий шорт-листый. Интересно. Да. Будет играть, если мне, с какого-нибудь Ван де Вена, которым интересует Соттенхам и еще Ливерпуль. Ладно, Ливерпуль, походу, не особо интересуется. У нас маленькая ссылочка. Слушайте, ну, нет пока подкаста Кирилла и Гриши, поэтому мы немножечко их заменяем. Да. Вам трансферная сводка из Европы. Ну, короче, Ливерпуль хотел сказать. Локомотив в порядочке. Пусть там и с проблемами сзади, но... Ты сказал, что у них сзади тоже своего Динамо, теперь говоришь, что у них в порядочке. Ну, блин, на них прикольно опять же смотреть. И они, извините, у Динамо одну очку после двух матчей, а у этих шесть. А нет, четыре, извините. Четыре. Рубин-то они не обыграли. Да, но все равно. Еле спаслись, и вообще не должны были спасаться. Ну, все равно. Локомотив кайфово будет на них тоже будет, я думаю. Если они сейчас все-таки найдут какого-то СССР. У тебя есть какой-нибудь кандидат? Кандидат нет. Хотя я вообще не понимаю, почему как бы из рубрики лежит под боком. Я знал, что сейчас скажешь про Дыркушича. Да, и вот Ваня Дыркушич. Я знал, что... Ну, просто два сколько миллиона, три забирайте, и все. Друзья, главная теория выпуска даже не про Кукуляка и Динамо с Зенитом, а то, что Андрей Панков является агентом Вани Дыркушича из Сочи. Первый раз всего говорю за два выпуска. Два выпуска второй раз, всего лишь как бы, ну, обычно... Блин, а как, ну, а как? У тебя какая-то мания этого Дыркушича просто постоянно пихаешь то в ЦСКА, то в Локомотив. Ну, он сильнее, и Кузьмичева. Давай мне как с ведущего подкаста где-то рекламировал Дыркушича, потом от комиссии отстегнешь хотя бы процентик, ладно? Хорошо, я даже за трансфер Зенитина в ЦСКА ничего не получил в свое время. Очень жаль, очень жаль. А ты хочешь, чтобы я это... Ладно, вы свидетели, друзья. Я получаю деньги за трансфер Дыркушича в ТОП-клуб РПЛ. С шоколадкой вернуть. Да. Ну что, мы переходим к самому... Вообще, поехал. Вот он! Извините, к конченному матчу, который я видел за последние лет пять в своей жизни. Эхлад ЦСКА-2-3. Я... Правда, вот мы с Мишей смотрели этот матч в офисе вдвоем. Повезло очень. В субботу, да. Не зря ты меня вытащил с дачи. Да, да. Я сам приехал с загорода, вытащил Мишу с дачи. Вот. И мы увидели какое-то потрясающее клоун... Короче, типичная сходка сектантов РПЛ. Клоунское представление. Ну, как бы, глобально. До момента в конце первого тайма все было, как бы, нормально. Андрей просто бессмертный, поэтому он называет матч в грозном клоунским зрелищем. В порядке вещей. В порядке вещей. Как бы, да, там понятно, сколько там до этого момента было пенальти. Три, получается. Три пенальти, да, было до этого момента. Всего? Да. То есть все они были по делу. Да, то есть первый пенальти за руку и красную карточку. Вообще, в этом матче главный парадокс, что все пенальти по делу. Вот что мне не дает спокойно жить, потому что я не понимаю. Я понимаю, как можно, типа, знаешь, раз фолл, два фолл, три фолл. Ну, вспомни, пожалуйста. Они раз за разом фалили. На что рассчитывали? Португалия, Нидерланды 2006-ом когда-то. Иванов. Давай сейчас вспомним. Давай сейчас вспомним еще что-нибудь. 16 желтых, 4 красных. Да нет, конечно, есть пример в истории. Я просто не понимаю, чем думал футболист, когда они фалят штрафной. То есть я понимаю такую историю, если нет вар. То есть до вар эпоха прекрасно. Я понимаю, что есть психология, да, что там... Блин, сегодня Игнашеевич, извини, перебил. Давай. Сказал суперскую фразу. Его спросили на пресс-конференции после матча Спартак-Балтика. Типа, как вам про судейство много говорят в первых двух турах, как обычно. Как вы вообще, вот вы из ФНЛ пришли, как вы сравните судейство ФНЛ и РПЛ. Он говорит, ну, разница колоссальная. Говорит, ФНЛ в Средневековье, там, говорит, вар нет. А здесь цивилизация. В Средневековье это неплохо, да. Вот, все, продолжай. Да. В эпоху до вар я понимаю, что есть момент психологии, да, что как бы, ну, судья может доверять только себе, у него только один повтор, который даже без повтора, а просто вот он смотрит онлайн, причем с разных позиций, как бы, и вот он сразу решает, фол или не фол. И там, как бы, понятно, что, ну, мало какой псих будет назначать там пять пенальти, типа, ну, до вар, да? Что он такой, не, ну, быть не может, мне уже мерещится. Не может, невозможно только фолить штрафной, меня потом убьют, пять пенальти, невозможно. А здесь вар есть. Как можно при этом постоянно фолить? Окей, первый момент, он, ну, так получилось, как бы. Ну, руку ляч летел. Но объективно, извините, да, фол в стиле Луиса Суареса, законокаживая красная карточка и пенальти, без вариантов. Тут неважно, случайно это, не случайно, там был ли рикошет от груди, неважно, просто рука и все, потому что без руки был бы гол. Это без вариантов. Но потом все однотипные фолы, вот эти вот удары по ногам, вот эти вот цепления за футболку, это все одно и то же. Да. То есть... При этом матч был максимально странный, то есть после удаления игрока Ахмата, Ахмат играл в дистеровну лучше, чем ЦСКА, сравнял счет 1-1, потом случился третий пенальти, я даже не помню, за что его назначили, если честно. Я говорю, там первый пенальти это рука и удаление, и потом было, не помню в каком порядке, но там было два пенальти за удар по ногам, подсечка такая, и два пенальти за прихотой за футболку. А, Семенов дал сзади за болотом, и он упал так, как будто на гранате подорвался. Да, 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 да. Как Монтуан. Да, как Монтуан. Когда его задели курияшками. Ну, там было больно. Которого я чуть не приплел к испаноговорящим южноамериканцам. Да, да, вот. И все было нормально. И тут это какая-то 46-ая минута, 47-ая, не знаю, не помнишь. 51-ая. Да, Олейников врывается. Это какая-то 6-ая добавленная минута уже. С угла в штрафную. Гаич его дергает за футболку. При этом как бы там тоже расходится мнение, был ли пенальти или нет. Точнее, я видел мнение, что там может быть... Ну, Лапочки, например, рассказал, что для него это не пенальти. Почему? Потому что, типа, он хватает его назад, а этот падает вперед. То есть, что Олейников рисовал падение. Слушай, я разные ввел точки зрения на этот счет, но такого я впервые слышу. Что пенальти не было даже. Интересно. Слушай, нет, ну... Ну, хотя как бы по ЭСК там вынесло же решение там сегодня ФС, что там как бы в пенальти никто не сомневается из экспертов судей. Я тоже сейчас даже не... Не, мне приходится пересмотреть, но... Потому что я видел это пенальти. Да, окей. Да, назначается пенальти. А, ты хочешь хронологию просто. Давай, обожаю. Потом начинается сюр. Да. Нычу идет Олейников, собственно. Да, идет Олейников. Наносит свой ударчик. Да, который Кенфеев отбивает. Сразу после него безбород дает свисток. Показывает... Это важный момент. Давай мы хронологию ему сразу расширить дадим. В этот момент, значит, споры. Когда прозвучал свисток? Смотри, я предлагаю идти по тому объяснению, которое сегодня выкатил РФС. Надо отдать должное РФС. Они сегодня оперативно выкатили ролик на следующий день с объяснением ЭСК, с подробностями, что вообще случилось. То есть, как все было? Во-первых, важный ремарк от РФС, что судьи не могли нормально общаться с ВАР. То есть, связь между Грозным и ВАР-центром в Москве была так себе. Можно сразу отвечу? Так. Даже если проблемы со связью, после того, как мяч вошел в игру, введенную игру, возобновленная игра, не имеет права в ВАР вмешиваться. Все. Смотри, подожди. Момент упущен. Все. Бескрасный, ты бескрасный. Ты видел РФС? Нет, ты мне рассказывай, я буду комментировать. Ну, это ремарк от РФС, что были напряженки со связью. Допустим, так. Видимо, глушилки там в Грозном, я не знаю. То есть, в это я могу поверить. Ну, окей, хорошо, дальше что? Дальше. Нарушение. ВАР подтвердил, соответственно, проверкой, что пенальти на Гаичи был. То есть, все, пенальти назначен. Судя по формулировкам РФС, проблем со связью в этот момент у них не было. То есть, Безбородов допослушал ВАР, они ему сказали пенальти, все как бы окей, продолжай. Дальше, типа. Через 12 секунд после подтверждения корректости назначения пенальти, ВАР четко три раза проговорил стоп, чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Гаича. То есть, видимо, они послушали переговоры и как бы РФС утверждает, что Иванов три раза сказал Безбородову стоп. Однако из-за проблем со связью бригада арбитров поля не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению пенальти. Безбородов потом услышал ВАР, то есть РФС расписал уже по секундам, и хотел отложить пенальти, но не успел. Свистнул уже после того, как Олейников, соответственно, пробил. То есть, как только ВАР-рассистенты поняли, что нужно остановить процедуру пробития пенальти, и, видимо, осознали, что до этого Безбородов их ни хрена не услышал, они сказали об этом ему еще раз. Что он услышал, естественно. Да, Безбородов списнул для этого, но уже в момент, когда Олейников нанес удар, соответственно. Безбородов после этого идет смотреть момент на красную, принимает решение удалить Гаича. То есть, то, что хотел ВАР до него донести, они ему и показали. Но это решение, что самое главное, противоречит протоколу ВАР. Абсолютно, да. Так как после выполнения пенальти, ну, то есть, де-факто возобновления игры, пересмотр ситуации не допускается. Вот именно. То есть, протокол, самое главное, был нарушен. Да? Вот. Настало время офигительных историй. Да. Ну, в это можно, в принципе, поверить. Не, я верю во все, что написал РФС. Вообще во все верю. Ну, потому что только это может объяснить весь сурый бред этой ситуации. Хорошо, тогда я не могу для себя объяснить только одну вещь, что да. Вы поняли, что он вас не слышал, так все уже тогда, ну, забейте. Ну, то есть, это не настолько... То есть, там не было того, что кому-то в голову шипами влетели, не знаю. Это можно оставить без красной карточки. Пропуск красной карточки лучше, чем жесткое нарушение протокола ВАР. Ты понимаешь, что... В чем фишка? Если бы ЦСКА в этом матче не выиграл... Они подали бы протест, и матч был переигран. Это была бы вообще историческая, как говорится, фигня. То есть, ну, такого не было в РПЛ еще не раз, что матч переиграли. То есть, у нас постоянно хотят это сделать. То есть, типа, переиграйте матч, но это всегда, типа, все говорят, да, смирительная рубашка. А здесь был бы прям повод. А здесь не то, что повод, а прям стоп-удово бы переиграли. Не было бы другого выбора. Это прям буквально в регламенте прописано. Да. И, ну, фантастика. То есть, судьи таким образом себя поставили в ситуацию, когда им очень нужно, чтобы ЦСКА победил. Вот поэтому и назначили пенальти. Не, ну, пенальти тоже был, как бы. То есть, тут нет такого, что там Безбородов еще потом, знаешь, выдумывал и искал, где бы помочь ЦСКА. Такого не было, естественно. То есть, ну, я бы офигел, если бы он 50 лет вот такие... Слушай, ну, я просто так понимаю, что как бы Вар был уверен, что он успеет остановить Безбородова. Но не успел. Безбородов в пылу игры. Ну, как бы ты не можешь держать все в голове. Просто он забыл просто, что Вар... Безбородов то есть затупил, видимо. Ну, затупил и Безбородов, и Иванов. Не, затупили все глобально, конечно. Это ситуация, которая вообще, ну, она абсурдна. Да. То есть, ну, просто я их как бы... Как человек, который мы... Мы так или иначе бываем часто в стрессовых ситуациях по работе, да? Там, когда у нас завал, когда еще что-то там происходит. Там, не знаю, инсайт нужно проверить. Подкаст ночью записан. Да, текст записать там важнейший за 40 минут, да? То есть, ну, ты в моменте, когда ты нервничаешь, ты в запаре и так далее, ну, ты можешь забыть вообще все на свете. Ты можешь стеряться так, что, я не знаю, там, у тебя... Да, переклинило. 5 плюс 5 получится 13, условно говоря, да. Вот. Поэтому реально переклинило. Ну, то есть, в какой-то даже степени даже жалко людей, если честно, что с ними так все случилось. Но глобально виноваты просто все. Втроем, там, в четвером, в пятером. 100%, конечно. Еще забавнее это коррелируется со словами Мажича, который давал интервью не так давно, прям перед стартом сезона, и сказал, что вот у нас теперь будет за день до матча бригада ВАР, которая будет работать на конкретном матче, будет проходить тренировку с тем арбитром главным в поле, с которым она будет работать. Офигенно потренировались, судя по всему, да. Найс. Вот, поэтому веселье, конечно. На самом деле... Было очень забавно, что на СССР выложил видос, типа, вокруг матча, и там в конце, уже после СССР, там, типа, все друг друга поздравляют, к Акинфееву подходит администратор команды в стельмах, ну, тебе жмет ему руку, Акинфееву, он говорит, за 21 год нахрен, никогда такого не было, никогда такого не видел. То есть обалдели, обалдели все. Ну, а где ты такое еще увидишь, реально? Ну, я тоже такого никогда не видел. Фантастика. Даже, ну, в глубине души немножечко обидно. Ну, прикинь, я понимаю, что... Что они переиграли? Ну, типа, да. Ну, это было бы прям скандалище, да. И так скандалище, а это просто, ну, там, не знаю, можно лайф вести, собирать миллиарды кликов вообще. Потому что, слушай, ну, переигровка, это событие, выходящее за рамки спорта. То есть это вообще, то есть это впервые в истории, там, чемпионата России. Короче, фантастика. Мне кажется, было бы прикольно. Ну, конечно, это был бы дикий вообще ад для всех. Прецедент, да. Для всех. То есть это календарь сразу косячный получается. Это затраты. Ну, переигровку поставили бы, скорее всего, знаешь, типа... Затраты. Куда-нибудь там. Да, конечно. Ее бы там на мае вообще зафигали, чтобы забыли все про нее давно уже. Типа, о, какой-то матч там отложенный, наверное. Да. Нет, не отложенный. Короче, да. Хотя, кстати, тут мы с тобой тоже не знаем. Возможно, где-нибудь прописано, что там переигровка не позже, чем через. Мне кажется, нельзя. Ну, короче, нервы Федора Чалова все испортили. Еще, конечно, типа три пенальти реализовать все без шансов. Вообще без шансов единых для Шелли. Да. То есть если у Акинфеева там с канатой были какие-то шансы бить, то тут вообще... Нет, это тот случай, когда, знаешь, типа там, да, он с пенальти забивает, блин, три пенальти одному вратарю забить за матч, это круто. Причем в разные углы. В разные углы, там, вратарь в один угол, этот в другой. Нет, Чалов какой-то оказался невероятный пенальтист. Я, честно говоря, даже не в курсе был. Да. Ну и да, хит-трик. У меня вспоминается почему-то, я не помню, с кем играл сборная Россия, в каком-то там, условно, в 2009 году. Да. И там Павличенко дубль оформил с пенальти, я думал, типа... С Лихтенштейном. Ну вот, да, что-то такое было. Ну, точно, тебе я доверяю, это энциклопедия. В Питере играли. Или либо с Лихтенштейном, либо с Азербайджаном. На Петровском, на Петровском, да. Вот, я подумал, типа, ну, блин, конечно, халявщик Рома, а тут... Камон, три пенальти. Чисто три пенальти поставили. Если про игру говорить, я не знаю, что он может сказать, кроме того, что Акинфеев продолжает немножко так это... Играть на нервах на старте чемпионата... Что происходит? Не знаю. Ну, я не вижу, как бы, смысла переживать. Все-таки это Игорь. Ну, как бы, да. Да, он в важных матчах, я думаю, что надо покажет. Соберется. Да. Но, как бы, сам факт, что там был момент от Олейникова, когда он просто удар с угла, он отбил на ногу Канате, и там в пустые просто не попал в человека. Да, там еще был момент, когда тоже был... Ногой, когда он отбил. Когда мяч там чуть сквозь него чуть не прошел, и там каким-то... Ну, и там полетел вдоль ворот в итоге. То есть, там еще немного был бы гол вообще. Ну, в общем, да. Но ЦСКА хорошо, что хоть победил, хоть какой-то заряд бодрости для Федотова, для команды. Ну, что не отрицать от того, как бы, что трансферы необходимы. Это как я общаюсь с некоторыми игроками ЦСКА. Я помню, я написал одному после 6-1 или 6-0, сколько они выиграли, 6-0 же. По-моему, ну, неважно. Да, я говорю, вы чего сделали, Федотов сейчас точно никого не купит. Поэтому... Ну, реально, они так... Да, мы кубок отдельно не обсуждали, но это тоже смешно, что Федотов такой, мне нужны трансферы. ЦСКА не покупает никого. Федотов играет. Молодежь. Молодежь, да. И молодежь просто топчет, как Оренбург этот несчастный, там, Арбузов, Редно, Ермаков, да. Кто-то еще там был... А, еще, который в девятину-то пульнул. Я забыл фамилию. Болельщик с ЦСКА. Не помню. Ну, короче, да, это, ну, фантастика. Кисляк. Кисляк, вот, тоже. Блин, я же шутил про то, что Кисляк и Арбузов. Да. Черт. Просто сезон Арбузов, как бы, вот, все, август. Да-да-да, в этом-то и была шутка, что, типа, сезон Арбузов еще не наступил, а потом будет, как бы, сладяк, видимо, я не знаю. У нас сегодня очень... Извините, ну, в ночь, понимаете, будьте... Сладяк. Привить сострадание, да. Короче... Ну, и, короче, после этих 6.0, да, Гиннер с Бабаевым таких, хм, а он неплохо справляется. Ладно. Ладно, и так сойдет, да. Зачем, как бы, там надо тратиться на что-то? Я думаю, это синхронное, как мы сейчас произнесли, и так сойдет, можно просто на заставку подкаста. По-моему, идеально. Да. Ладно. Очень много говорили про этот ужасный матч, пойдем дальше. Да. Параллельно с этим ужасом играли Краснодар и Сочи. Эль Краснодарико, как там вот это вот... О, боже. Эль Кубанико, вот это вот... Как это правильно называется? Какой ужас. Это не ябры думал. Я догадываюсь, но звучит чудовищно. Я знаю. Ну, короче... Эль Кубанико. Да. Краснодарико. Ну, Краснодарский край, наверное, Эль Краснодарико. Я не знаю, но очень странно. Краснодар выиграл 2-0. При этом в Сочи вообще очень так хорошо бился, цеплялся, и моментов у них хватало. В принципе, они очень компактно против Краснодара сыграли. В какой-то момент даже показалось, что Краснодар так и не сможет их вскрыть. На них все-таки их замучили этими забросами на Кордобу, которые, блин, вообще... То есть, ну, сейчас вопросов о том, кто лучший форвард чемпионата вот прямо сейчас... Кто так вот радикально. Да, радикально. Это Кордобу 100%. А что скажешь на Матео Кассиера? Я бы даже сказал, что... А Матео Кассиера? Лучший форвард 2023 года в РПЛ. Вот так вот. Да. Матео Кассиера? Да, ну, нет. Федор Чалов. Во-первых, Чалов играет не форвард сейчас. Давай так. Неважно, он забивается. Ну и что? С пенальти. Он играет левого оттянутого инсайда. Хорошо, а кто у нас еще есть? Я не буду говорить про Артема Дзюба, наверное. Не очень уместно. Нет, Кордоба фантастический футболист. Ну, то есть... Нет, я не спорю. Я сейчас, конечно... Тут даже дело не то, что в голах. У него, по-моему, 14 плюс 8 в этом году. Ну, он, короче, да. У него очень хорошая лидеративность. И при этом он не бьет пенальти. Да. И даже фиг с ним с голами. То, как он цепляется, то, как он разворачивается, как он ставит корпус, как он теряет защитников, ну, это вообще... Не, мы говорили в прошлом выпуске. Для меня Кордоба сейчас... Ну, типа, да, он... Это нападающий без слабых мест. Ты смотришь, у него, типа, все есть. У него, как бы, и мощь, и видение, как бы, и скорость дикая, типа, и реализация. То есть, короче, да. Кордоба, конечно, топ. Ну, то есть, он там принял какой-то неудобный просто... А, он все сам сделал просто, да. Вынос, да, там, от, по-моему, от Лосигуна. Развернул защитника, потащил на своих плечах троих. Не отдал ни с кем. Там было прям видно, что вот он нацелен забить сам. Там рядом с ним бежало еще двое. То есть, они могли там расчертить комбинацию на пустые вообще. Но он прям... Нет, я никого не вижу. Я забью сам, блин. И как он выбрал момент для удара? Вот прям вот он скрыл его максимально. Вот прям между ног защитнику. В дальние этому Заболотному. Прямо сказка. В общем, долго еще Джон Кордоба будет сохнуть после того, как ты его так сильно облизал. Ну, поделал я, что ли. Он прям вечно в слюнях стоит. Бедолага просто. Фу-бок надо выжимать. Давай уж про первый угол. Он же такой угарный. Ну, реально. Подача спиртиана. Это же просто класс. Чуть ли не сухой лист. Ну, типа да. Там была подача. В итоге в створ, я так понимаю. И что сделал Николай Заболотный? Кстати, у меня такие тоже опять флэшбэки возникают. Заболотный же он приходил в Спартак в свое время. Из Зенита. Я думал, типа, о, наверное, кого-то там увели сильного. Но он на самом деле какое-то время даже играл в Спартаке. То есть, ну, выходил на поле. В общем, да. Но в итоге стал таким вполне середняком РПЛ. Закрепился в Сочи. И вот сейчас ушел Сесен-Джанаев. И ушел Адамов. И ушел Адамов, да. И играет... Ну, пришел Никита Гойло. Ну, видимо, пока не успел просто в обоим попасть. И, да, вышел Заболотный. Но это, конечно, класс. Ну, он, значит, потерялся. Как-то отбил мяч очень криво. Потом там просто есть смешной скриншот, где он стоит как-то... И мяч перед ним, а он вообще, типа, не понимая, где он... Ну, дезориентация случилась. Да, человек потерялся. Вот. И потом, конечно, Кайо, по которому сейчас скажем еще отдельно, залетел с мячом. И Заболотном вместе в ворот. Просто какая-то троица запрыгнула в сетку. Кайо провел шикарный матч. Я такого Кайо вообще не помню, как я в последний раз видел. Вообще мне бы не понравилось. Его принято, короче, мочить. Кайо, типа, такая прям мишень. То есть, типа, сейчас Кайо облажается, и мы его просто загасим. Нет вообще. Вообще мне очень понравилось сегодняшнее замечание в своем телеграм-канале Димы Шнякин. Я прям перед подкастом прочитал. И, в принципе, вот это то, что он написал, вместе с Кордовой линией нападений, которые есть в Краснодаре, реально их делает теневыми фаворитами в борьбе за титул. Смотри, сейчас проблемы в защите есть у всех топ-клубов. У Зенита, безусловно. У Краснодара их нет? Смотри. Подожди, дослушай. У Спартака, у Локомотива Динамо понятно, ЦСКА тоже понятно. У Краснодара, набравшийся опыта Кайо, Алонсо, который никуда не уезжает, Петров на правом фланге, еще Черников, который это еще выжигает в опорке, и есть этот Артюнян, который в Суперкубке был хорош. То есть, ну, если брать все топ-клубы, у Краснодара сейчас наиболее беспроблемная защита. Потрясающе. Нет, мне очень нравится Волков, как играет, например. Еще Волков, да. Но я точно ввел не к тому, что Кайо теперь просто такой титан-гигант. Я не говорю, что он просто, но по сравнению со многими проблемами, которые есть сейчас у других клубов, у Краснодара все очень хорошо. Ладно, я считаю, что это чересчур оптимистично. Ну, то есть, мне нравится, конечно, идея, что есть какой-то тиньковый фаворит, но... Мне просто еще нравится, как Краснодар... Как видна прогресс Работаевича. Он с каждым матчем, видно, как он какие-то мелкие детали подстраивает, выстраивает, они улучшаются в каких-то там микроэпизодах. Это очень круто. Пожалуй. Но я говорю, вот просто, понимаешь, тут в общем неделе же был матч с Спартаком. Ну, опять же, я не думаю, что он показательный, во-первых, в кубке. Да. Плюс Спиртян удалился. Да. Ну, короче, надо смотреть именно в РПЛ. Удалился Спиртян, но то, как там Спартак... Извините, что мы не про РПЛ, но так как там Спартак возил Краснодара, хотя, ну, слушай, в десятером это не восьмером, я, конечно, извиняюсь, но вы типа топ-клуб РПЛ условно и дома в десятером все равно невозможно так играть. Типа там Спартак просто что-то хотел делать, все атаки были кружевные. Ну, я хочу посмотреть на их матч в РПЛ. Мне это будет интересно. А, ты считаешь, что это разница будет большая? Конечно. Интересно. Ну, хорошо. Ладно, посмотрим. Неужели все? Неужели все, Москва? Я просто, наверное, очень такой не особо событийный матч. Ну, тут сложно... Все смотрели матч в Грозном. Сложно переплюнуть, да. Хотя вывеска в Краснодаре тоже хорошая была, конечно. Да. Ну, а найдем дальше. Остался один подробный матч, который вот совсем недавно завершился. На наше счастье. Ну, и последний матч, который заставил нас записывать подкаст ночью. Это Спартак. Будь он проклят. Вот так вот. Спартак, Балтика 2-1. Может, есть что-нибудь, что сказать? Не знаю. Мне что сказать? С трибуны? Ты вообще-то был на матче, да. Я был на матче, да. Я так по телеку смотрел. Ну, во-первых, мне очень понравилось Балтика. Прям очень? Ну, да, потому что, ну, видно, что это тренерская команда, видно, что Игнашевич от нее требует. Очень понравилась пресс-конференция Игнашевича. Он так довольно подробно на все отвечал. Очень так умно, размеренно. Этот панч про Варта уже прикольный. И, то есть, даже Абаскаль так респектнул очень сильно Балтики, восхитился. Даже, наверное, можно сказать, что он начал прям свою речь на конференции с того, что впервые, типа, за время моей работы в Спартаке, играя дома, нас так прессинговал соперник персонально все 90 минут. Вот, типа, нам было очень тяжело. Поздравляю, говорит, Балтику и ее тренера с таким классным футболом. То есть, прям, он остался под впечатлением и от игры Балтики. Да. Ну, так и есть, в принципе. Да-да-да. Мне Балтика, ну, Балтике точно респект за смелость, да, то есть Игнашевич не побоялся. И, слушай, ну да, с первых же минут они реально вот вышли на поле, сразу понеслись, прессинговать высоко. Абсолютно выглядело тоже отмороженно. И, ну, в целом... Ну, это давало свои плоды. Давало немного, да. Но глобально последствия как бы очевидны. То есть, сложно прессинговать высоко и при этом очень продуктивно, когда настолько большая разница в классе. Я не могу сказать, что Спартак разрывал, если честно. Ну, то есть, в первом тайме... Не было такого, но я... Давай так, может быть, не показалось. Не знаю, как сейчас ты можешь сказать, что это не так, но, по-моему, Спартак в этом матче играл процентов на, не знаю, 55-60. Вообще не согласен. Во втором тайме был момент, когда Балтика даже зажала минут на 10, так на 15 к воротам. Спартак вообще не мог там ничего сделать. Ну, я и говорю, у Спартак в этом момент прям играл на максимум своих возможностей. Ну, я не знаю. Мне кажется, Спартаку сейчас точно нет вариантов играть не на максимум своих возможностей. А мне кажется, есть. Сезон длинный, нужно рассчитывать силы. И когда у тебя в начале сезона хороший календарь, ты играешь там не с самыми сильными командами. Ну, календарь... Можно проводить... Календарь не очень хороший, Абаскаль его разнес просто. Можно проводить... Ну, господи. За то, что там 3 матча 7 дней или что? Да, в том числе. Не знаю. Ну, Абаскаль виднее, что ему там проблемнее, но у Спартака реально начало сезона хороших в плане соперников. Ну, все равно я не считаю, что... Вот два тура он играет дома сейчас. ...что Спартак играл там на 50%. Ну, то есть... Ну, что, не на 50? У Спартака хороший состав, но не настолько, чтобы они могли себе позволить играть на 50% с такой Балтикой, которая реально хороша. Хорошо. Ну, для меня просто вот Балтик играл как... Ну, на максимуме, а Спартака все-таки не совсем. Ну, потому что, я говорю, если такая... Ну, разница в классе как бы очевидна. Мы тут не будем спорить надеюсь, да, что у Спартака состав прямо лучше, сильно, сильнее. Я бы сказал, что Спартак играл не на максимуме не потому, что это было какое-то решение об Аскале, а потому что... Потому что Балтик не давал. Нет, потому что об этом я гнашу и сказал, что мы понимали, что мы будем лучше физически, потому что у Спартака была тяжелая дорога из Краснодара. Вот, он даже сказал, типа, что мы даже удивились, что Спартак поехал таким маршрутом, потому что мы бы на их месте поехали по-другому больше. А как Спартак поехал? Ну, я не знаю. Неизвестно? Ну, я не знаю. Поезд, самолет, автобус. Ну, видимо, не самолет. Фиг его знает. Самолет туда не претит, конечно. Вот, и я думаю, что это главная роль свою вела, а не там какая-то рациональное распределение силы или там еще что-то. Интересно. Ну, короче, да. Закончу мысль, что когда у тебя такая разница в классе между составами, и ты высоко прессингуешь, будучи более слабой командой, ну, неизбежно сзади будут дыры. Ну, это понятно. И я говорю, в моем понимании, Спартак, представляю, что он вышел составом прям шикарным. То есть, ну, Бангонда или Бангонда. Я запутался, черт возьми. Его в одной трансляции назвали Бангонда, сказали так правильно. Я не знаю. Потом скажешь правильно Бангонда. Я знаю, как правильно делать ударение на хорватов сюда на первый слог. Да, 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 да. Еще англичан желает на первый, а француз на последний, на это понятно. Ну, просто... То есть, Ракетич. Да, 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 Ракетич, Мадрич, да. Мадрич хоть был прикольный. Мадрич? Типа Мадрид, Мадрич. О, боже. Я заменяю Гришу, короче, все. Да. Что же я такое говорил? Так вот, став был сильный у Спартака, прям хороший. Вы что-то там не было такого, что там кому-то... Бангонда, Своилс прям уже видно, что... Да. Но все еще немного передерживает. Вот что меня смущало в матче, особенно с Краснодаром, когда он вышел на замену и просто стал лупить. Просто там неважно... Киржаков спартаковский покажется. Да, не важно, какая... Он бьет вообще со всех позиций. Не важно, какая дистанция, просто под левую и туда его вообще. Не важно, в створ, не в створ, да. Но вот как он запорол в начале матча один на один выход... Ой, это вообще прекрасно. Хотя бы тут даже не один на один, в том-то и дело, что скорее два в одного. Я бы забил там, если честно. Ну, или отдал хотя бы до пустыни. Ну, вот да. Я бы отдал скорее на промес. Ну, неважно. Потом Скидар реабилитировал, собственно, с передачи промес и забил. Но в этот момент, когда Балтика там неслась вперед пассинговать, Спартак выходил из-под прессинга и сзади были просто разрывы. Там Мозес вообще на здоровье убегай куда хочешь. То есть Мозес, мне кажется, там если посчитать по картинке, там у него этих спринтов от центра поля примерно, когда он получал мяч до штрафной, там их прям предостаточно. Как же тяжело было сегодня Соболеву. Там было видно, что он еще не в форме вообще максимально. Да, но в первом тайме мне очень понравился Соболев. Вот я хотел как раз сказать персонально, просто у меня свежие, так сказать, какие-то впечатления. Мне тоже понравилось. Свежие впечатления от матча. Соболев понравился в первом тайме ровно, то есть вот после перерыва по всем было уже. Но там не только он. Во втором тайме в целом Спартак был гораздо хуже, чем в первом тайме. Это вообще аномалия для меня. Ну, хотя, может сказывается, да. Я думаю, что тот просто силы кончат. Сказывается, да, отсутствие сил, но Спартак во втором тайме был очень плохо. А в первом, да, мне понравился Соболев, который отдал шикарный пас, собственно, на Банганда, которого самого был момент, который он, собственно, там практически сам и сделал, он получил пас и здорово убрал щитника, пробил там, ну, не повезло, вратарь отбил. Персонали. Вот мне еще понравилось, там было классно. Мне понравился Дуарта, кстати, в этом матче. Вот, Дуарта, точно. Правильно. Он вообще весь вверх снимает, по-моему. Все, что летит верхом, Дуарта снимает. Там, как говорили, низом есть вопросики, но у меня ощущение, что вот реально, я пытаюсь вспомнить хоть одну проигранную дуэль наверху и не помню. Он реально снимает. Мне не понравилась Максименко в этом матче. Как будто с нервишками, да? Совершенно, да. Есть такое. Да. Там вот в первом тайме было два момента, когда он пошел там на выходы, как-то телом сыграл, тело в тело хотел сыграть. Ну, короче, есть вопросики. Вот, не удивлюсь, если через какое-то время снова Селехов станет после там каких-то косяков. Ну, по такой игре косяки точно будут. В этом плане абсолютно такая история четкая. То есть, типа, есть два хороших ротаря, ребята, типа, давайте, все в ваших руках. Игнатов мне нравится, как он обостряет, как он улучшает игру с заменой второй тур подряд. Очень круто. То есть, опять его ассист на промесы. То есть, у него, получается, он в первом туре ассист отдал на Холсеевич пяткой на победный тур. И здесь на второй гол. Ну, в общем, Игнатов делает то, что должен сделать Игнатов. Да, то есть, у него прям эффективность. У человека хороший пас. Эффективность дикая пока что. Да, изобретательность. Ну, давай немножко о плохом тоже поговорим. Мне не понравился Литвинов. Как-то очень серый для себя сыграл. Я понимаю, что он вынужден играть в центре обороны. Но он даже отсюда может больше создавать как-то и какие-то проникающие передачи. В общем, он умеет делать это. То есть, по сути, мы это видели. Когда Литвинов, даже играя в центре обороны, все равно что-то делал очень интересно. В этом матче такого не было. И худший, конечно, игрок, это Умеров. К сожалению, был в этом матче. Я удивлен, что Абаскаль так долго езжал его на поле. Он же заменил его на 62-й. Как он до этого метода играл, удивительно. Он еще успел в самом конце получить желтую карточку от этого часа. Но Умеров, что в первом тайме, что после прерыва ничего не изменилось. У него сплошные обрезы, все мимо. Тут вопросов нет. Это можно объяснить. То есть Умеров после всех этих травм восстановления, долго возвращался, все такое. Понятно, что он может что-то не в форме, все такое, но в этом все такое, все такое, все такое. Но в этом матче прямо очень плохо было Умеров. Надеюсь, что он берет форму и будет как раньше играть. Потому что... Но все плохо. Причем там был... Особенно момент, знаешь, когда я сказал, типа, желаю Умерову всего хорошего и продолжаю рассказывать, что у него плохого произошло. Был момент, когда Спартак после, если не ошибаюсь, розыгрыша углового Балтикой отобрал мяч все понеслись, Умеров с мячом. И как-то он такой, типа, не нашел кому отдать, развернулся, отдал. И Абаскаль просто дико сгорел на воротке. Он просто такой, да как? Он вообще не понимал, как может быть такое, что это не закончилось каким-то моментом. Что просто развернулись и все, и Балтика уже назад. Это прикольно. И Балтика уже ушла назад. Прикольно, что про Абаскаль такая деталь. Например, с конференцией, он говорит на английском, но при этом какие-то слова в своей речи, когда он говорит на английском, он говорит на русском. То есть у него сегодня было, типа, знаешь... Это очень affordable. Типа, знаешь, я уверен, у него было, я уверен на 100% и дальше как бы на английском. Реально? Да. И в таком духе, то есть у него несколько, типа, типа там лево-право, вот это вот все у него. То есть он прям проникается языком. Это прикольно. Слушай, мы с тобой так это любили нахваливать Антона Зиньковского. Тебе за него не страшно сейчас? Ну, с учетом Банганды, как будто бы зимой переход в Локомотив не видится чем-то невозможным. Да что ж такое-то? То есть мы вообще не рассматриваем ряд, при котором у Спартака просто широкая, глубокая обойма. Ну, блин, если Локомотив даст сколько там? 6-7 миллионов, я думаю, Спартака... Ты в такое веришь? Да. Ну, если они найдут деньги, просто сейчас у них денег нет особо. Ну, 6-7 миллионов, это много. Да, но оно нужно. Ну, как бы я понимаю, почему Галатюнов его хочет. Угу. А это прям факт. То есть прям Локомотив нацелен на Зиньковского. Да, но они сделали запрос. И на Бакаева они делали запрос. Не хочу я, в общем, чтобы уходил Зиньковский из Спартака. Но Банган-то, или Банган-да, как мы уже выяснили или не выяснили, вообще непонятно, как его называть. Все-таки да. Хорошо. Хорошо вошел. В общем, тебе не кажется ли, что можно сказать еще пару слов про оставшиеся матчи? Ну, я не знаю, что говорить про матч Урал по Риенене, если честно. Во-первых, я его не видел. Каюсь. Но когда я посмотрел результат матча и статистику, я понял, что я абсолютно ничего не потерял в своей жизни. Единственное матч, которое я не посмотрел в этом туре, это Урал по Риене. Ну, как 0-0. Не жалею вообще. Да, то есть, ну, ну, сыграли, сыграли, как говорится. Ну, было и было, как говорится. Было и было, да. Рубин Оренбург. Тут я маленькую ремарочку про Воробьева, просто он чуть не забил шедевр, который я бы упорно номинировал на, как минимум, гол-тура, возможно, на гол там сезона. Я просто обожаю такие голы. В свое время меня к ним приучил и избаловал меня Алекс Мискини, если помните, такого играл в Спартаке. Он любил вот, подходя к штрафной, черпачок, туда за спину, типа, очень хитрый удар. Ворота такого никогда не ждет, как бы, и он там выбегает уже смотреть, что куда там, куда бросаться, и тут ему прилетает плюха. И Воробьев так же сделал. Единственное, он там был не на скорости, он получил мяч при штрафной и тоже вот так аккуратненько, так полущечкой, пол, не знаю, там подъемом вверх запустил, попал в перекладину. Очень обидно. Был бы просто космический гол. Я такое обожаю реально. Это прям в моем меню. Ну, я рад, что Ерошек набрал первые очки, потому что, если бы Оренбург проиграл три матча подряд по тому, как они играли, это было прям несправедливость. Ну, хотя, гол Фомие ребрами. Да. Уже все обшутили в целом. Порадуемся за голевые ребра Фомие. И, кстати, так вот, ну, ты смотрел матч? Я смотрел и... Мы с вами смотрели. А, точно, я же понимаю, что писал, ты рядом сел, все правильно. Это все тот же день. Да. Все тот же замечательный денек. Короче, мне в целом понравился Рубин. Для меня небольшая аномалия, что Оренбург в целом отыгрался, возможно, потому что я сошел с ума. Но, как мне казалось, Рубин полностью контролировал игру при 1-0 во втором тайме. И, в общем, ну, и гол дурацкий пропустили, по факту. Тоже какие-то головой своего, рикошеты. Ну, абсолютно необязательный гол. Мне казалось, что Оренбург не может ничего создать от такого прям явно голевого. И все равно в итоге Рубин мудрился пропустить. Но пока, наверное, как мы считаем, что Рашид Рахимов все-таки плотно держится за свое место. Да, я просто думал, что это будет не первая отставка в сезоне, если честно. Рахимов? Да. То есть раньше Хохлова, там раньше, не знаю, Ярошек. Претендент на первую отставку точно был Рахим, так скажем. Ну, можно сказать, сошлись два претендента. Может, Ярошек? Да нет, Ярошек, просто Оренбург такая команда, которая не, она неспокойная. То есть, ну, как бы, какой-нибудь, я не знаю, импульсивный, там, будь они импульсивные, они бы личку после 8-0 просто вот так вот. А тут, как бы, ничего. Футбольный клуб Челси, если был бы в Оренбурге. Например. То есть, Андреев, там даже после этих 6-0 СССР сказал, что ничего, мы и 8 пропускали. Бывает. Справедливо. Лучше не окажешь. Так что, я думаю, что у Ярошек есть кредит доверия, тем более, вроде, команда его приняла, у них все окей. Кстати, очень прикольная вторая форма, у них розовая, прям под цвета волос Веры, под цвет волос Веры. Можно было бы сказать, что под свитер лички, но все, уже не под него. Уже все. Ну, не знаю, есть мы смотреть турнирную таблицу, мы, конечно, вам сейчас ее покажем, вот здесь она появляется, турнирная таблица. У Коснодара и Спартака, 4 очка у Локомотива и Зенита. Андрей знает таблицу наизусть. Будь как Андрей. Локомотив, Зенит, там, в общем, да, весело все будет. Но пока отмечаем, разве что, вот, игру то, что Зенит. 4 очка у Ростова? Да. Отмечаем то, что Зенит. Не на первом месте. Не на первом, и даже не на втором месте. Перейти к Коснодару и Спартаку. Нас ждет еще много всего интересного. В следующем туре, да, Зенит Динамо, я хочу сказать, что я очень старался, и весь выпуск говорил вот так в микрофон. Поэтому прошу, не пишите в комментариях, что я, меня не слышно. Я как мог просто. Я просто врос сюда. В общем, мы поедем спать, а вы там утром посмотрите, вот это вот все. Оставьте лайки, там комментарии. И, как говорится, мы попрощаемся сейчас, а увидимся через неделю после третьего тура. Так что, до встречи. Любите наш футбол. Любите наш футбол, да, как бы временами вам тяжело и нам тяжело это не было, но все равно, делать это надо. Миша, желаю сладких снов, а вам желаю хорошего дня. Здоровица тебе. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok